В своем обращении к нации в честь праздника народного оптимизма Наврус Байрама Ильхам Алиев затронул животрепещущую проблему Нагорно-Карабахского конфликта. Алиев еще раз напомнил, что все попытки изменить формат переговоров обречены на провал. Как вам известно, армянская сторона подняла вопросы об изменении формата переговоров. Однако Азербайджан, естественно, не может принять это. Одновременно послы стран-сопредседателей Минской группы, представители США, Франции и России, выступив с серьезным заявлением, отметили, что формат должен остаться неизменным. С аналогичными заявлениями выступили и высокопоставленные лица Европейского союза. То есть это однозначно является серьезным сигналом для Армении, а также свидетельствует о том, что позиция Азербайджана обретает еще большую поддержку. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает настаивать на своем. Он хочет видеть за столом переговоров представителей непризнанного Карабаха. Вот что он говорит. Это не каприз и не предварительное условие. Там, где наши партнеры считают нашу позицию чересчур жесткой, мы можем смягчить. Но ожидаем того же от оппонентов. Иначе диалог не получится. Это жесткая характеристика по тому, чтобы армянская община Нагорного Карабаха участвовала в переговорах. Альна является формой снятия с него ответственности за компромисс. Является формой проявления готовности к компромиссу. Свою позицию он высказал на большой пресс-конференции для СМИ. Ничего нового в принципе не сказал. И непонятно, чего хочет Пашинян от Азербайджана, который в переговорном процессе ссылается на международное право и не навязывает для переговоров в третью сторону. К тому же Азербайджан предлагает конкретные шаги после возвращения территорий, которые по международному праву принадлежат Азербайджану. А именно экономическая деблокировка. Об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров заявил во время выступления на второй конференции ООН высокого уровня по сотрудничеству Юг-Юг в Буэнос-Аресе. Азербайджан представляет собой интересный пример страны-донора. За эти годы Азербайджану удалось восстановить, диверсифицировать и модернизировать свою экономику, одновременно снизив уровень бедности с 49 до 5 процентов, что наиболее важно, эффективно осуществив интеграцию в общество как беженцев, так и вынужденных переселенцев, Азербайджан, развив человеческий капитал, который мог бы стать возможной сферой для стран сотрудничества Юг-Юг, накопил огромный опыт в предоставлении им надлежащих жилищных, медицинских и образовательных услуг, обеспечении их занятости. Сотрудничество Юг-Юг открывает перед развивающимися странами и странами с переходной экономикой реальные возможности по обеспечению поступательного экономического роста и достижения целей в области устойчивого развития. Турция, которая поддерживает Азербайджан на горно-карабахском конфликте, незамедлительно снимет торговую блокаду с Армении после разрешения конфликта. Однако Пашинян тянет время, пока он не готов взять на себя бремя за принятие исторического решения.